К другим темам. Меры безопасности в учебных заведениях усилили настолько, что родители теперь дожидаются детей и общаются с учителями на улице. В школу их не пускают. В детских садах ситуация с безопасностью тоже впечатляет. Попасть на территорию без пропуска не получится. В поисках компромисса между безопасностью детей и удобством родителей разбирался наш корреспондент. Почему не всех проверяете? Почему проверяете? Мужчины, крабцы ходят. У охранника Игоря Александровича не было случаев, чтобы кто-то пытался ворваться в садик номер 140. Тем не менее, как действовать в таких ситуациях, мужчина пусть и в теории, но знает. Тревожный топок. Нажимаю, вызываю Росгвардию. Смотрю по обстановке, если его можно обезвелить. У меня вот есть резиновая дубинка, еще наручники есть. Однако идти на контакт со злоумышленником охранники могут, только если это не угрожает их безопасности. А тут уже понимание, какая именно ситуация угрожает, а какая нет, у каждого свое. Неважно, сотрудник ты или родитель, в садик без пропуска не пройдешь. Должен быть специальный чип. Сделано это для того, чтобы посторонние не попали на территорию. В школах, на первый взгляд, меры безопасности еще внушительнее. Здесь сто камер. Ну, так сумел, кого это, разглядите. Ну, вы же знаете, что мониторы зачем, камеры зачем. Это уже после действия, да? То есть, когда что-то случилось, а тогда мы бежим и смотрим, а кто же это сделал. Сейчас обычная бабушка скоротать досуг на пенсии на посту охранника не сможет. У всех секьюрити есть сертификат. Каждый год они проходят аттестацию. Меры безопасности усилили по максимуму. Вплоть до того, что родители даже с пропуском не могут пройти внутрь. А детей контролируют и на входе, и на выходе. Правда, из-за этого часто образуется пробка из школьников. Это мероприятие, чтобы родители опять-таки знали, когда они бывшие. По поводу родителей, вот честно говоря, 99,9% родителей за такую систему. Нам повезло встретить этот редкий процент родителей, которым неудобно дожидаться своего ребенка за порогом школы. Родители должны как бы встречаться с учителями не на крыльце, как это я вижу происходит, а в классе и показать, как и чем ребенок занимается. Ну это ж родители, их же все как бы знают, учителя, что это родители, а не посторонние. А посторонние, если кому надо, они и так проходят. Только на наших глазах несколько учителей вышли и общались с родителями на улице. Тем не менее, поиски компромисса между безопасностью учеников и удобством родителей продолжаются. Да, охранники признаются, что были конфликтные ситуации. Я хочу пройти туда, я хочу посмотреть на какие-то кабинеты, еще какие-то моменты хочу посмотреть в школе. Это вопросы тоже решаемые, вопросы решаемые через педагогов, потому что каждый родитель имеет право посмотреть, в каких условиях обучается, либо в каких условиях питается его ребенок. Только за последнее время было несколько вооруженных атак учебных заведений. В результате последнего случая в сентябре в Ижевской школе были убиты 17 человек, больше 20 получили ранения. Чрезвычайная ситуация была и в Красноярске, когда девушка зашла с ружьем в детский сад на Меньжинского и успела сделать один выстрел. Никто не пострадал только из-за того, что воспитатели смогли скрутить вооруженную нападавшую. Причем в этой ситуации охрана им ничем не помогла, и дети остались живы благодаря тому, что буквально грудью на их защиту встали женщины. Виктор Бородин, Виктория Мартоник, Дмитрий Комаров, 7 канал.